Как вы считаете, что явилось причиной вот такого поступка, что на самом деле произошло? Вы сами ответили на свой вопрос, это акт отчаяния с их стороны. Если в 2014 году, в чем состоял план Путина? Создание, не подумали, не взяли карту Украины. Создание псевдореспублик от Харькова до Одессы. Вот если взять карту Украины, вот такой вот пояс получается. Он хотел создать Новороссию, создаются республики, потом объявляется их объединение, он получает пояс от Харькова до Одессы, он получает доступ сухопутный в Крым. Это не получилось. Извините, не дипломатично, дали по зубам. Это все было отработано, если бы я здесь сделал шпаргалочку. Это было отработано еще Сталиным. Ход событий. 26 ноября 1939 года. Майнирский инцидент на границе с Финляндией. 30 ноября 1939 года советские войска входят на территорию Финляндии. 2 декабря на территории СССР создается марионеточное правительство во главе с финскими коммунистами. И в тот же день подписывается договор о взаимопомощи. То есть, они даже ничего нового сейчас не придумали. То есть, это вот советская сталинская конва. Но сейчас не 1939 год. Сейчас 2022 год. Путину восстанавливает ли он Советский Союз? Или он мнит себя главой Советского Союза? Извините, я повторюсь. Он хочет Мюнхена, он хочет Ялты, он хочет раздела сфер влияния. Этого сейчас не будет. Да, пожалуйста. Павел Спасич, что явилось последним шагом признания? Отказ Запада от диалога с ним по его вопросам. Так как они ставят эти вопросы. Так как они ставят вопросы, никто с ним разговаривать не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова